ребятки опять всем привет будем всегда говорить всем привет всегда будем со всеми здороваться каждый момент будем говорить всем привет мы были сейчас на рынке вот сюда мы купили я же не показываю ребятки да это сосиски молочно вот вас магазин колбасик там всегда все те же самые вкусные сосиски вот эти вот что это сделать есть ветчина вот это очень вкусная тоже фирма есть ветчинка счет активно показывать а это колбаска вот все фирма есть финский сервелас любимая я или томатную пасту вот эту кубаночку а чё такая съемка темная что-то я не поищать ребятки чуть не поняла съемка темная томатная паста вот эта кубаночка мы всегда ее берем сыр сливочный белорусский взяли зелень что здесь у нас свежая 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 кинза свежий лук репчатый мы его едим много в комментариях прочитала сказали что лук можно есть много и сердечники едят так что мы будем есть ну конечно в разумных количествах вот и взяли вот зашли сюда в магазин у нас в станице вот такую грудиночку по 205 рублей вот мы ее замаринуем и закоптим мы снимать не будем на видео просто уже пару раз показывали и там рассол как делали вот это все замаринуется классная грудинка она вся такая вот видите не знаю хорошая по 250 9 5 рублей форм кошкам что там еще у нас лаколюд зубная паста вот что хотелось спросить ребятки вот что-то говорили надо брать зеленую да вот бывает черно-зеленая синие что это означает я вообще не понимаю что означает но вот лаколюд хорошая паста да у нее синий не зеленый это значит она плохая что ли я вот эти роллы суши что там это морские водоросли всегда чтоб дома были ребятки яйца да вот красная цена до яйца пока они под 100 рублей уже представляете стоит 100 рублей я обалдеть золотая семечка посолочное масло это посуду мыть кэри мэри и сейчас мы приготовим вот эти бедрышки духовке бедро с кожей все все пусто нету больше ничего это но вроде да какая теплый там солнце теплый 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 классная погода машину садишься прям аж жарко сейчас поеду дочу забирать со школы ну звонок прозвенел сейчас будут уходить детки тепло вон все раздеты бегают погодка сегодня конечно вообще суперская наконец-то у нас тоже потеплела а то все дожди дожди холодно дочь а где платье ну тоже сегодня в платье было платье где а мешок где давай беги это чего фотографировали ну хорошо в класс да давай доча беги забирать давай давай привет сына как дела что сколько у вас еще рома шнурки за шнурой привет никитка как дела видео фотография вера показывал те рома грязь не лезь шнурки груза шнурой чего нашла все давай помоги вот этот рюкзак возьми доча берусь ну возьми рюкзак сегодня солнышко вообще классно да приехали домой ребенка накормили уроки даже успели сделать принципе у нее немного там уроков сделать пока первый класс поэтому быстренько сделали сейчас одеваемся и везу ее художественную школу нарисовать один листик хватит и дочь все дать пока как дела все поехали туда кармашек застегнула давай а то все карандаши и все этот рассыпется беги все давай сына давай пока потом позвонила на когда освободишься пока погода позволяет надо быстренько машину помыть а то уже до такой степени грязная но это ужас какой-то дети машину садятся знаете моментально куртки одежда все грязные станы потому что срезают быстренько 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 все сразу все грязно становится узнаете у нас какая-то вот последнее время закономерность непонятно днем погода хорошая а а ночью ливень идет поэтому но тут уже все она была такая грязная мыть 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 обязательно жирка и скорее всего крот большая крот так что пока погода позволяет надо быстренько помыть машину ребятки мое чинчи готово смотрите тут большой таз видите сколько сейчас я переложу его в посуду и уберу холодильник ребятки это просто это это я не знаю это вот самое мое любимое чинчи это вот это вот ранее вот с ботвы редиски это вот вот просто ребята тут уксуса вообще нету вот под видео будет там ссылочка смотрите вот эта курочка ребятки попозже будет мукбанг это на кефире все тут картошка вот ну вот это не картошка это он смотрите она вся вам а сверху корочка курица прямо аж прямо от ребятки супер пупок тоже будет на кулинарном канале ребятки будет скоро мукбанг вот и у меня остыл рассол мы эту вот у меня идет грудиночка я ее сюда вот так вот убираю сюда на три дня холодильник пусть она у меня здесь что она у меня здесь солится маринуется ну сверху поставлю под гнет и вот потом будем коптить ну как раз вот как раз делаю часто вот на 4 литра рассол так сейчас надо руки вымыть телефон не знаю как выключить вот так я все чимчишку сюда в литровую банку и вот такой большой контейнер обязательно добавляйте вот эту водичку вот ребятки водичка она самая вкусная вот холодильник холодильник и вот так ведь его так грудиночку тяк 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 сложила да видно вот положила тарелку вот туда же гнет не нужен ребятки я тут так все запрессовала и все это сейчас у меня полетит в холодильник на три дня потом буду коптить натур продукт вкусно ребятки очень вкусно всем привет ребят у нас знаете перед праздниками всегда вот приезжает ярмарка местная местные продавцы и фермеры там привозят мясо там и все такое сейчас быстренько пробежимся и посмотрим что там картошка средняя 30 рублей килограмм а вот семена и 25 рублей килограмм а в ящике сколько вот этого семена гала 250 рублей килограмм 10 до где-то будет меньше вот так вот посмотрите на всю длину улицы привет как дела кстати саженцы лилии вообще на рынок чего хотите привод привозят вообще в этом плане здорово деревья вот эти вот вот они вообще красивые вот молодая капуста 60 рублей килограмм обычно 18 кстати вот весенний борщ вообще класс домашние яйца 100 рублей это домашние да вообще домашние 100 рублей ребят у вас почему домашние 100 рублей десяток грейский орех 110 рассаду привозят цветы вон уже помидоры перчик капуста а рассадов какую цену вот ребят смотрите домашние колбаса от местных производителей вот это куриная 250 рублей килограмм вот такие цены у нас 255 250 говяжие 360 баранья казачья свиноговяжие 300 рублей килограмм а вот 400 рублей килограмм гравянка вообще супер 250 рублей килограмм а вот сыры копченые сливочное масло кстати натуральные сулугуни адыгейские сыры а почем сыры адыгейские 350 рублей килограмм а сулугуни 500 500 рублей могу дать пробовать и то и то дедушка мне делать спасибо я с этих продукции очень хорошо знаком а масло какую цену вот это домашние это 500 вот это фермерская 350 а в чем разница домашние фермерская ага все понятно так здесь у нас саженцы цветы красота хорошая девушка и в какой цену вот такие ребрышки говяжие 330 рублей килограмм шикарное шикарное мясо видно что этот молодая телятина а мякоть 400 рублей килограмм вот это 380 на фарш на гуляш мясо вообще отличная а сон какую цену здесь за трубы килограмм а стало такое в какую цену да вот такое 300 рублей килограмм вот это 350 килограмм а вы куда youtube снимать там были мясо шикарное сало вообще а вот толщина смотрите какая друзья вот чисто домашняя на смоленое все на боне на местность мамин у николая валентиновича ростовского понятно к россии 80 рублей килограмм домашние коры 200 рублей килограмм красавцы но очень такой краткий обзор принципе наверное как и везде привозят и сладости и вещи и местную продукцию местных производителей колбасы сыр и фрукты овощи в общем все в таком духе ребятки смотрите саня саня вычесывают мусю и это только верхняя часть до практически до смотрите на его одежду посмотрите все вот пока он ее держит то вот штаны вообще да это еще здесь смотрите вот такие вы клубками замотал ты видите клубки так вот где-то там девочка мы идем идем девочка у нас держи держи потом себя больше ищать и так дальше что электрическая стал так пузька успокойся маленькая маленькая часть тебя искупаю да вся вот эта мелочь еще тоже она сойдет будешь чистенько и не будет так сыпаться с тебя да но не сыпь да и сыпется да и вычесывать надо вот это все проплесошусь помою все вот чем ребятки помните там видео я в одном показывала вот так называется это штуковина на валбери заказывали все ребят будем прощаться на сегодня заканчивая влог как получилось всех уложили спать все порядки навели так что давайте всем пока пока до новых встреч тебя всем спокойной ночи всем пока пока мы вас любим ребятки всем пока пока ребятки прочитала в комментариях спасибо вам огромное полную расшифровку дали мне вот так и что делать как и что что эти знаки обозначают оказывается стирка до 60 градусов вот нельзя там отбеливать там определенной своей шиндер мандеры но машинки стирать можно вот я сейчас поскольку дать по 2 чем мелочиться да по 2 одеялка закинул и машинка там ребятки на 6 килограммов хватит капсулу кинула не стирать надо вот написали в комментариях зачем стирать под одеяльник оденешь все нет ребятки то что где она на там в на полу везде где она там только не валялась все ребятки все спасибо всем огромное спасибо сейчас включу на где она там на быструю стирочку на 40 градусов да я думаю хватит еще ребятки все ребятки всем пока пока всем спасибо